Привет с вас! Ну что, сгорел, спалили Петра Порошенко, Медведчук сдал всех. По большому счету он ничего такого сенсационного не рассказал, про это много раз вам рассказывали, когда Порошенко был при власти. Помните, сколько раз говорил? Поймите, Порошенко почему участвовал в Майдане? Да, у него был личный конфликт Сеноковича. Результат Майдана, приход к власти Порошенко, с целью на вас заработать. Он заработал. Ну что-то такое. Ну да, отжал трубу. Бывает. Да, заработал на спекуляции углевать. Бывает. А что вы хотели от Порошенко? Ну поймите, ну как вам так объяснить по-простому? Ну да, 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 он на трубу вылазит, рассказывает про экономику, про народ, как он переживает. Я им тысячу раз говорю. Нет, 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 нет. Да вы что? Не может того быть. Вы как дети, мам. Ну, понятное дело, что Петр Алексеевич думает про свой карман. Ну, по жизни он такой человек. Жадный, ужасно жадный, алчный. Своего не упустит. Да он, в общем-то, прикинул, может неплохо заработать. Заработает. Так это вы только чай знаете. А сколько он на военных тендерах разворовал. Ух, ребята. Ну поймите, вы же сами его привлеклась. Я предупреждал. Предупреждал, ребята. А вы одни получили. Не, украл много, конечно. Ну да, нет, заработал много, заработал. Вообще в бизнесе дело грязно. Одна из причин, почему он, ну никак его, как так объяснить, по луке вещей ему давно надо уже пойти на покой, отдыхать, в мемуар писать. Не, не, он политику, политику. Сейчас пиарится, рассказывает, как он помогает украинской армии и так дальше. Он ужасно хочет остаться. Почему? Ну, во-первых, есть гаврики, которые говорят, Петр Алексеевич, вы точно вернётесь до кормушки, будете воровать дальше. Ну да, 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 обязательно. Дрюгер говорят, ну дайте, надо профинансировать, надо. Поймите вы, наконец-то, что Порошенко, Тимошенко, вот эта старая гвардия, ну как бы они по-другому не умеют. И то, кто их поддерживает, тоже по-другому. И вот это их, так сказать, ну, чтобы подверсти, так сказать, черту, с моей точки зрения, с моей, как экономиста. Конечно, в идеальном варианте, что после войны ни Порошенко, ни Тимошенко, ни вот эти все уже в политическом, то есть, чтобы они были на обочине истории. Ну, не нужны. Поймите, ничего, всё проходит. И здесь, да, когда-то это были молодые преуспевающие политики. Сейчас нет, всё-всё-всё-всё. Должны быть новые партии, новополитические лица. Да, 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 новые. Но эти, эти должны уже быть, ну, скажем так, неизвестно где. Но они у политика однозначно. Понадеемся, я очень, конечно, надеюсь, что действительно Зеленскому удастся и Порошенко, и Тимошенко, и всех этих таких старых политиков выбросить. Раз и навсегда. Чтобы даже забыть. И сформировать новые политические силы. Более интересные, более молодые, более агрессивные, более заманчивые. Понимаете? Ну, конечно, вы здесь зададите вопрос, можно ли Порошенко, согласно показаниям Медведчука, посадить? Сложно, но можно. Но тут... Вообще, с точки зрения УПК, можно. Ну, там, ну, посмотрим, дастся. Там есть один трюк. Если его провернуть, можно. Можно. Но... Сложно добавить. Довольно сложно. Он чертовски богат. Сейчас он, конечно, вы догадываетесь, подключит кучу всяких этих самых ботов, полу-ботов, вы не будете его защищать. Плюс почнет перекупать всяких там этих, ну, политических деятелей. Это тоже будет, будет, будет однозначно. Но при желании можно. Знаете, заманчивая ситуация. Такая Медведчук и Порошенко сидят в одной тюрьме. Народу это понравится. Понравится. Понравится однозначно. Или не понравится. Не, понравится. Понравится. Так что, вот такие вот события. Не, еще раз говорю, что рассказал Медведчук, здесь ничего нового. Это нужно сказать чуть-чуть. Ну, поймите, ну, Порошенко ради этого к власти приходил, чтобы зарабатывать. Ну, он же не скрывал. Ну, он говорит, ребята, я до кормушки дорвался. Воровать хочу. Что же, не понятно. Сто раз вам объясняли, ради чего это все. Говорит, да нет, да. Зеленский этим не занимается. Серьезно. Вот Медведчук вспомнил Макара. Да, да. Это такой, знаете, интересный малый. Он в корпорации Гонтарева. Я не знаю, официально сейчас работает. Но он типа совладелец вот этой компании. И по большому счету, да, действительно, это не тайна. Ну, как бы народ ведь знал, что он, да, действительно, ну, как бы такой личный финансист Петра. Так что тут и назвалось это правильно. Действительно, еще Саакашвили немножко слегал информации. Рассказывал, что пришел на прием и пригласил его Порошенко. Кабинет занят, типа, пришел ждать. Ждет, ждет. Ну, ты что, механи, может, горячее. И потом оказывается, что Петя сидит с Макаром день и неделю. Занят, ребята, занят. Да, да, залазил. Но Макар, правда, время-древней Петя тоже кидал. Петя жмот жадный. Интересные ребята. Бывает, бывает. Так что, да, вот такие вот эти ребята. А вот в Зеленского Макара нет. Это я точно знаю. А то, что у Порошенко был Макар, тоже точно знаю. Это даже было не тайно. Даже можно четко понять, через какие банки наработалось, связано. Нет, там в этом рынке все заметно. Так что, вот такая вот ситуация. Вот такие вот темы для обсуждения. Что есть-то есть. Ну, а что-то сказать. Старая гвардия, она и есть старая. Они пришли к власти по старым схемам. Работали по старым. И бодром они не могут. Это есть. Ну, а теперь пишите комментарии. Что вы думаете про Медведчука, Порошенко, Тимошенко, Зеленский? А, так ломось еще. Давайте.